Подробности о 10-летней работе общественной приемной Дмитрия Медведева в фильме, подготовленном нашей телерадиокомпанией, смотрите в эфире 31 августа. А в преддверии нового учебного года на традиционном пленарном заседании Республиканской педагогической конференции участники обсудили основные направления развития системы образования в Чувашии. Глава региона Михаил Игнатьев лично отметил лучших работников образования. Основной темой обсуждения стали национальные проекты и программы, определенные новым майским указом Владимира Путина. Все они ориентированы на вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Все 12 национальных проектов, они только смогут быть реализованы во взаимодействии с другими органами власти, поэтому здесь мы на республиканальном уровне четко работаем. Начали и школы сейчас ремонтировать, где-то капитально, где-то, соответственно, косметически. И наша задача в предстоящие годы отремонтировать каждую школу. К 2025 году планируется обеспечить обучение всех школьников в одну смену. За последние 6 лет в развитии образования в целом направлено более 86 миллиардов рублей. Построено 47 детских садов, 10 школ, полностью обморена материаловательская база, 9 техников. В текущем году будет строиться и рекламироваться 7 школ и 13 детских садиков. Главным ресурсом для повышения качества школьного образования названы сами учителя. Моя профессия – это, наверное, высокие слова, скажу, это сеять вечное, доброе. Но я думаю, что в школе до сих пор живут идеалы, и мы эти идеалы стараемся передать детям, несмотря ни на какие, скажем, тяжести, которые, ну, невзгоды или, скажем так, недостатки, которые существуют в обществе. Наши учащиеся показывают очень хорошие результаты. Они поступают в ведущие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, в Нижнем Новгороде обучаются. Благодаря федеральным проектам, современной школам, цифровая образовательная среда, социальная активность и многим другим, в ближайшем будущем должны решиться многие поставленные задачи. В 70% российских школ будут созданы современные условия для обучения. Также появятся добровольческие отряды или сообщества волонтерам по разным направлениям. Оказать помощь родителям призван национальный проект «Современные родители». Главное внимание уделяется созданию условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.